На борьбу с нарушителями правил дорожного движения выходят дети. На днях в Йошкар-Оле прошло награждение участников конкурса детских рисунков «Я и дорога», проводимого совместно ГИБДД с Управлением образования. Конкурс юбилейный, проводится уже в пятый раз. Особенностью этого конкурса становится то, что рисунки победителя размещаются на рекламных счетах, тумбах, пилонах, а также на троллейбусах в целях пропаганды соблюдения правил дорожного движения, в первую очередь взрослыми его участниками. Одними из первых рисунки, которые уже в начале следующего года появятся на улицах города, увидела наша съемочная группа. В роли дизайнеров, художников, креаторов – дети. Конкурс «Я и дорога», проводимый в Йошкар-Оле уже в пятый раз, показал, что для того, чтобы социальная реклама была действенной, она должна быть понятной каждому, яркой, незамысловатой и запоминающимся желательно кратким слоганом. Так, первый рисунок победителя городского конкурса принадлежал руке ученицы 11-го лицея Юлии Ровенской. Впрочем, ребенок в детском удерживающем кресле, которого нарисовала Юля еще в 2010 году, сейчас знаком без преувеличения каждому ишкаролинцу. Он до сих пор размещается и на билбордах, и на общественном транспорте. Правда, в начале 2015 года к рисунку Юлии добавится еще девять. А девять их потому, что в этом году жюри конкурса было определено три лучших рисунка на каждое призовое место. Так, в течение двух месяцев, а именно столько принимались детские работы, школьниками было прислано около 60 работ. В ГИБДД отмечают, раньше на участие в конкурсе отзывались только старшие школьники. Начиная с прошлого года активно участвуют и младшеклассники. Причем не только участвуют, но и выигрывают. Так, самому младшему победителю этого года 9 лет, самому старшему 17. Меж тем, при выборе лучших работ в первую очередь учитывалась актуальность, поднятая ребенком проблемы дорожного движения. Я выбрала эту тему, потому что мне кажется, что водитель должен соблюдать правила дорожного движения. Но пешеходы в то же время тоже должны соблюдать правила и не перебегать дорогу в неположенных местах. Главными критериями выбора лучших рисунков стали отражения одной из проблем дорожного движения и запоминающийся слоган, который не только сможет обратить на себя внимание водителей, но и заставит задуматься. Ведь основной задачей для организаторов конкурса было создание действенной социальной рекламы. Настолько много работ, что было сложно выявить победителей. И потом, когда участники дорожного движения, глядя на плакат, может быть переосмысят свои действия и будут соблюдать правила дорожного движения, цель достигнута. Одно дело, сотрудники ГИБДД говорят, что необходимо снизить скорость, управлять транспортным средством с учетом дорожных погодных условий, не перебегать дорогу в неустановленных местах, быть внимательными на пешеходных переходах. Другое дело, когда это через работу детей. По сообщениям ГИБДД, около 40 рекламных счетов с рисунками победителями этого года появятся в Яшкар-Але уже в начале 2015-го. А в марте наступающего года госавтоинспекции будет объявлена новая акция. В этот раз от школьников будут приниматься фотографии, постановочные или показывающие реальные дорожные события. В любом случае, также направленные на внимание как водителей, так и пешеходов к тому, что соблюдение правил дорожного движения сейчас становится сродни самым элементарным правилам безопасности жизнедеятельности. Продолжение следует...